Откроем книгу древней Афины и Аттика. Найдем главу марафон. Нам туда, где в 490 году до нашей эры афиняне разгромили персов. Путеводители не помогут, поэтому в путь в музей марафона. Попытаемся понять, как жили древние гречи в этих местах. Но сначала зайдем под крышу большого сооружения, которое сохраняет древнейшие в этих местах захоронения. Это поселение среднееладского периода Врана, исчезнувшее за тысячу лет до марафонской битвы. Круглые в плане семейные склепы превратились сейчас в невысокие пригорки. В прямоугольных ямах лежат грустные кости эпохи, от которых не осталось почти ничего. Кувшин, наконечники стрел, вот и все. Теперь зайдем в музей. Сначала о марафонской битве, которая возбудила в Афининах гордыню, ставшую причиной многочисленных войн и краха Афин в этих войнах. Персы прибыли на кораблях и высадились в марафоне, потому что отсюда зачастую предпринимали свои походы на Афины древнегреческие оппозиционеры. Путь им показал изгнанный из Афин правитель Гиппий, сын Писистрата, которого называли тираном только потому, что его власть не происходила из глубины веков. Но он правил как царь, и подъем Афин от уровня второразрядного эллинского городка до виднейшего культурного и экономического центра произошел именно при нем. Персы надеялись, что сторонники Гиппия поддержат их. Но афиняне предупредили высадку десанта и внезапно ударили во фланг персидскому войску, растянувшемуся на дороге по пути в Афины. Персидский корпус, состоявший из плохо обученных воинов, стал отступать и увяз в болоте. Началась паника, одни персы пытались снова забраться на корабли, другие погибали в болотной трясине. Разгром был полный, но не полны наши знания о нем. Персы высадили лишь небольшой контингент из самой слабой части своего войска. Их первоначальный замысел удался. Они выманили эллинов из города и намеревались, пока они празднуют победу, стремительно атаковать с моря порт Перей. Эта затея была сорвана, во-первых, стремительностью победы, а во-вторых, тем, что афиняне успели вернуться в свой город и приготовиться к обороне порта. Персам пришлось ретироваться. Но они вернулись через 10 лет и сожгли Афины. Но об этом в другой раз. Считается, что весть о победе до Афин донес гаплит в полном вооружении, который впервые пробежал марафонскую дистанцию 42 километра 195 метров. Сообщив о победе, он упал замертво. Такое могло быть, но, во-первых, у древних греков была служба профессиональных вестников, которые бегом или быстрым шагом преодолевали большие расстояния. И гаплиту не было никакого резона, если уж он решил пробежать от марафона до Афин, тащить на себе тяжелый нагрудник, шлем и другую бронзовую амуницию. А во-вторых, Афинам была важнее не весть о победе, а сообщение о необходимости защитить порт Перей. И вот ради этого вестник мог отдать все силы и саму жизнь. Первая загадка марафонской битвы – полное отсутствие каких-либо археологических находок или хотя бы изображений, повествующих об этой битве. Хотя болото, в котором увязли персы, могло отлично законсервировать брошенное оружие и тела погибших. Что касается отражения битвы в изобразительном искусстве, то оно отсутствует, потому что герой марафона, стратег Мельтиад, уже через год был опозорен. После неудачно сложившейся осады острова Порос, где он был тяжело ранен, Мельтиад за снятие осады Пороса был обвинен в измене, на него был наложен огромный штраф и полководец вскоре умер. От битвы при марафоне сохранились лишь обломки каменного монумента с непонятным знаком на обороте вроде схемы святилища и больше ничего. Вторая загадка марафонской битвы, внезапно вспыхнувшая в Афинен любовь глубоко к провинциальному божеству Пану, который изображался обычно просто козлом, но позднее ему стали пририсовывать человеческий торс. Все, что умел козел, играть на флейте. Позднее ему присвоили родство с Зевсом. А в данном случае произошло что-то такое, что заставило Афинен поверить, что человека козел помог им победить персов. Они стали приносить дары в пещеру Пана и на этот счет есть даже посвятительные стеллы с надписью. А вот находки раннееладского периода, более чем за 2000 лет до марафонского сражения. Примитивная ваза, покрытая днищем другой вазы, коробочка для женских мелочей. В ней была обнаружена подвеска из ракушек и талисман для детей. Пещера содержит следы присутствия человека вплоть до гибели меккенской цивилизации, наступившей сразу после Троянской войны. Музей марафона находится в стороне от современного города, под которым древнегреческий город погребен и не может быть исследован. Ландшафт также сильно изменился. Мы начнем осмотр со статуи Эфеба, молодого человека, почти мальчика. Копия бронзовой статуи очень точно передает оригинал, находящийся в Афинском археологическом музее. В качестве контраста к прекрасному бронзовому извоянию в фойе музея размещено захоронение ребенка с очень грубой датировкой от второй половины первого века до нашей эры до первой половины первого века нашей эры. Скромное захоронение создано из большого осиного гнезда. Так, вероятно, в Элладе хоронили детей с незапарительных времен, может быть, в течение тысячелетий. Начиная обзор музея, мы снова погружаемся в глубокую древность. Выставленные здесь экспонаты относятся к древнейшему поселению Цепи, существовавшему недалеко от марафона с ранне-элладского периода, 3200-2000 год до нашей эры. Кувшины с плечиками и дырочками в них, они явно хранились в подвешенном состоянии. Это так называемые сковородки, нечто очень похожее на современные вафельницы, в которых запекаемое тесто сдавливается между двумя поверхностей. Именно так использовали и эти сковородки. Морской рисунок на них типичен для соответствующей эпохи. Плоские камни с рисунком, возможно, метательные диски для атлетов. О подобного рода соревнованиях упоминал Гомер в Одиссеи. А это штучки из Кекладских островов. Эти фетиши могли изготавливать и местные умельцы. Смотрим на витрине. Какие-то фигурки, какие-то элементы похожи на лопатку. Совсем маленькая лопатка, побольше, среднего размера. Но когда мы смотрим дальше на самый маленький образец, мы видим, что это фигурка человека на самом деле. А здесь просто она обломана. Мы видим, что есть фигурка человека с такой как будто бы длинной шеей. Предположительно, нижняя часть – это женская фигура, а верхняя часть – это полический символ. Тоже 3200-2000 годы нашей эры. Тоже ранний Кекладский период. Вот довольно изящные узкогорлые сосуды с ручкой, напоминающей стремя. Наполнять их было очень неудобно. Это уже поздний Латский период – 1400-1200 годы нашей эры. Перенесемся сразу в геометрический период – 10-7 века до нашей эры, названный так по характерному рисунку на вазах. В музее присутствует большая амфора, расписанная примитивным узором. Маленькие дырочки – это не загадка, это всего лишь технические отверстия, сделанные реставраторами, чтобы скрепить разбитый сосуд. Но не вполне понятно, почему эти дырочки не были заделаны тем же составом, из которого изготовлены недостающие части амфоры. Более ранние сосуды расписывались круговым орнаментом, поздние росписи стали прямолинейными, в расписных фризах стали появляться примитивные фигурки людей, возможно, участников погребальных ритуалов. В некоторых случаях ритуальный характер таких росписей не вызывает сомнений. Терракотовый сосуд с двумя идентичными женскими лицами относится к периоду поздней архаики, как и размещенные по обе стороны расписные тарелки, на которых уже нет следов геометрического рисунка. Позднее начинается сюжетная роспись сфинксы, танцующие вокруг минады силины, сражающиеся гоплиты. На фигурной посуде тоже появляется рисунок. Петух, присутствие которого в различных древних сюжетах не очень понятно, воин на лошади, схватка Геракла со львом, гонки колесниц, крылатый рот, просто бегущий мальчик. И снова гонки колесниц, пиршество, война, встреча героя с богиней. В более поздний период многофигурные композиции. Дионис на лошади, танцующие вокруг него силины, кентавр, пытающий сорвать у него с головы венок. Фигурки, явно это фигурки богов, прически и позиции этих изображений очень похожи на египетские. Если посмотрим чуть дальше, то мы увидим типичное такое египетское расположение на троне. Вот вспомним, мы в Луксоре видели изображение египетских фараонов, и у них такая же позиция, тоже опираясь спиной на трон, и такая строгая позиция. После греческих терракот посмотрим на сосуды с рельефом. Это предметы погребального культа. На них либо прощаются с усопшим, либо его встречают в загробном мире. Традиционные отические рельефы с семейными извояниями. Хотя такие надгробия могли позволить себе достаточно богатые эллины, мы видим изображение простых людей с натруженными руками и виноградной лозой, которую они взрастили. Переходим в зал, посвященный эллинистическому святилищу, которое располагалось на берегу Марафонского залива. Это уже период эллинизма, когда такие синкретические религиозные верования возникали, и поэтому возникло в Греции какое-то святилище египетских богов. Здесь экспонируются подлинные скульптуры, а под открытым небом некогда был разбит парк и установлены копии. К сожалению, интереса у туристов этот парк не вызвал, и теперь он заброшен. Мы видим исполненных в греческой манере египетских богов Сераписа, Исиду и Сокола, олицетворяющего бога Гора. Вот структурный портрет знаменитого римлянина, который благодетействовал и Афинный. И Марафон, главным образом, уроженец Марафона – Геродаттик. Есть в Афинах сооружения, которые были профинансированы, и Марафон тоже превратился в такой центр культуры благодаря вот этому великому римлянину. Были здесь находки с виллы Геродаттика, где изображена реконструкция, верхняя часть кусочек остался, и скульптурный фрагмент тоже полиглянина. А это его головон распознается просто по внешнему виду. Заметим, это годы, это второй век нашей эры. Возможно, это тоже Геродаттик. А это римская императрица Фаустина-младшая, жена императора Антония Пия. В завершение нашего краткого экскурса посмотрим еще раз на загадочную скульптуру Эфеба при входе в музей. Она загадочна и при близком рассмотрении, и вызывает еще больше вопросов. Как, впрочем, и вся древняя история, которая остается живой именно потому, что оставляет многое сокрытым от поверхностного взгляда. Книгу-альбом «Древняя Афина и Аттика» вы не найдете в книжных магазинах, ее вы можете приобрести только у автора. А в издательстве «Книжный мир» вы сможете заказать другие его книги, посвященные древней истории. «Троянская война. Реконструкция Великой Эпохи», «Древняя Спарта. Мир богов и героев», «Древняя Греция. От Геракла до Перикла». Реконструкция Великой Эпохи»